Встреча с Белоруссией Службу несете путем осмотра прослушивания местности. Сами пограничники признаются, здесь нет и разделения на будние и выходные, да и время летит намного быстрее. С другой стороны, повышенная ответственность к ней приучают задолго до выхода на рубеж. Я очень горд тем, что мне довелось охранять рубежи своей родины, так как это не одна из самых таких тяжелых профессий. Здесь у нас очень такой маленький коллектив на самом деле, но очень сплоченный, всех друг друга помогают, выручают. Пограничная застава на самом деле словно одна большая семья, да и все необходимое в шаговой доступности. Свой досуг солдаты-срочники проводят в этих же стенах. Здесь у нас находится комната для умывания, здесь комната досуга информации, проводятся занятия с личным составом, а здесь у нас находится спальное помещение. В общем, созданы все комфортные условия для хорошей службы. Как показывает практика, среди тех, кто выходит на контрольно-следовую полосу, все чаще жители леса, но порой встречаются и настоящие нарушители. Летом задерживали нарушителя. Это был гражданин Грузии, намеревался переправиться на республику Польшу незаконную, не через пункт пропуска. Задержал пограничный наряд контрольный пост, проявил бдительность. Без техники на границе не обойтись, но самые проверенные помощники, пожалуй, они. Кант ходит в наряды вот уже 9 лет, больше, чем кто-либо из его хозяев. По служном списке пса-пограничника десятки нарушителей. Тренировок в день, по 4-5 тренировок проводим, следовые есть работы, задержания у нас есть тоже. Тоже, ну, проводим, почти целый день с собаками. В тонусе пограничника держит и автоматика. Специальная система может сработать в любой момент. Тревожная группа в ружье! Это лишь небольшое звено огромной цепочки обороны наших рубежей, но каждая из них – важнейший гарант безопасности всех белорусов. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Гродненская область. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Гродненская область.